Привет, это Ребуар, ну Акро вышел нового видосян, называется отменённая версия головоломки, плагиат от Пиксар и сиквел, который смог Чего? Плагиат от Пиксар? Пиксар сделали плагиат на свой же фильм? Я ещё не понял, давайте посмотрим, надеюсь будет что-то интересненькое, поехали Как мультфильм головоломка должен был быть совсем другим и почему первый сценарий отвергли? Как страх был злодеем истории и как радость могла заставить зрителей ненавидеть её? Почему головоломка? Как это можно ненавидеть радость? Поломку обвиняли в плагиате и на каких? Ааа, типа Пиксар у другого кого-то с плагиатом Довидение она похожа, и чем меня особо цепанула вторая часть всего А мне ничем, я первую вторую не смотрел, поэтому извините меня, пожалуйста Мы во всём этом разберёмся, не отходите далеко Ни один фильм Всем массовый здрев Здарова Мне немало, понимаешь ли, культурных пробелов Ныне Понимаю, да, меня часто пишут Блядь, ты чё-то ничего не смотрел, походу Я смотрел больше, чем вы, друзья, просто другое Культурный мультфильм головоломка вышел в 2015 году И с тех пор минуло аж 9 лет Капец, 9, 2015 год, 9 лет прошло Вы чё, прикалываетесь, что ли? Ты чё, настолько старый? Лучше не задумываться об этом, да И при том, что я не раз слышал о том, насколько это замечательное зрелище Я его ни разу не смотрел Ну, точнее, он проходил по пункту Заценю обязательно когда-нибудь У меня такого, блядь, списка Да у я Кучу всякой сраней, которая явно меньше достойна внимания Или сразу после того, как пересмотрю историю игрушек 3 Зачем-то в 50 раз Да ну его, и мне историю игрушек не особо заходило Качаясь к лету Ну, может быть, завтра, а может быть и никогда Я так долго тянулся с этим, что уже даже вышла вторая часть И казалось, что даже она не смотивирует меня наконец посмотреть признанный образец отличной анимации Но потом я прочитал описание сиквела Увидел слово тревожность И... Ооо, это наша остановочка, да, да О, блин, я должен это увидеть Блядь, теперь и мне захотелось, сука Тревожности во мне хоть отбавляй Об этом позже Для начала давайте уйдем в историю проекта, которая крутится вокруг человека по имени Пит Доктор Мистер Доктор Во время работы над головоломкой он испытывал настоящие мучения Режиссер, казалось бы, таких успешных мультфильмов, как Корпорация Монстров И вверх чувствовал, что ощущение страха начинает поглощать его Он как-то слышал в голове голос страха, который заставлял его сомневаться в собственных способностях Очень странно, почему? Творец чувствовал выгорание, ощущение, что ему больше нечего сказать И что все его анимационные успехи были не больше, чем случайностями Если уж взрослый, успешный мужчина иногда не может совладать со своими эмоциями Как бы взрослый, и ладно, еще не успешный, а совладать с эмоциями со своими не могу Тут, блядь, явно нужен этот доктор Что вообще взять с 11-летней девочки, которая и была поставлена в центр истории под названием Головоломка Собственно, не нужно было далеко ходить за вдохновением Пит наблюдал, как его дочь начинает входить в период подросткового возраста И с какими сложностями сопряжен этот процесс И что же было в сценарии на ранней стадии? Эмоций в голове девочки по имени Райли было больше Там была и надежда, и зависть, и стыд Присутствовала тоска и даже злорадство Нифига себе, как много эмоций-то, блин Каждая из этих эмоций хотела перехватить контроль над Райли Отвращения вообще не было среди персонажей в рамках ранней задумки Зато... Лучше странно, потому что отвращение явно у детей уже должно быть Присутствовала гордость Идея... А вот гордость зачем? ...различных эмоциях настолько фонтанировали, что даже была мысль показать зал ожиданий для самых различных эмоций Ну это было прикольно В какой-то момент мы дурачились, используя 27 разных эмоций Это, блять, всем надо еще дать времени этого экранного Видимо, на тот момент создатели считали, что бюджет у них измеряется бесконечностью А мультфильм будет идти 4 часа, я не знаю Совсем иным персонажем была героиня Радость На раннем этапе все основное напряжение головоломки строилось на том, что Радость не позволяла героине Райли вырасти Потому что, очевидно, взрослый... Бля-бля-бля, взрослый и грустный, пиздец Слым людям радость не к лицу Да, вообще нет И это начало создавать проблемы не только для Райли, но и потенциально для зрителей Дело в том, что Радость производила впечатление довольно отторгающего персонажа Она заставляла Райли вести себя совсем как ребенок в средней школе И создавала крайне неловкие ситуации, что неизбежно вели к ощущению испанского ст... Ладно, блять, мне 31 год, я веду себя иногда как ребенок Что здесь такое? Радость! Продолжай! Когда Райли приглашали на вечеринку... А то она пропадает чтенько Одноклассница Радость считала, что там обязаны быть клоуны Когда она понимала, что вечеринка не будет такой, какой она ее ожидает Даже не за этими, если ваша вечеринка не похожа на что-то такое Радость говорила следующее В третьем акте раннего сюжета Радость попадала вместо забытых воображаемых творений Райли И сначала проникалась местной атмосферой Но когда тамошние жители говорили ей, что они все на пенсии И Радость наверняка скоро присоединится к ним Она называла их придурками и истерично убегала По сути, Радость вообще стремилась к тому, чтобы стать авторитарным лидером, который контролировал бы другие Ну не знаю, мне кажется, постоянно радостность людей вообще как бы не бывает Если это, конечно, не какие-то отклонения Ну, блять, радости в жизни хочется все-таки немножечко побольше Эмоции Вроде бы хотела всего наилучшего для Райли, но все это превращалось в нездоровую одержимость Вам, как зрителю, не хотелось болеть за радость Она, по сути, попросту раздражала, и с этим нужно было что-то делать И на помощь пришла Печаль Изначально Радость должна была взаимодействовать большую часть мультфильма с персонажем Страхом Но когда было решено поставить ей в напарники Печаль, все заиграло новыми красками Герои стали дополнять друг друга и радость Ну как бы страх, это, мне кажется, да, не антониум радости, а вот печаль как раз-таки, да Радость уже воспринималась в более положительном ключе Да и печаль будто бы могла научить Райли гораздо большему, чем страх У печали есть... Явно То есть страх к чему? Это самосохранение? Чувствую Чувствую Я же страх, я же ужас, летящий на крыльях кошмара НЕТ! Ну в конце мультфильма он чуть ли не становился злодеем Ведь он считает, что Радость собирается захватить всю власть в голове Райли И ей нужно дать отпор Хотя, как... Пусть будет все в страхе, да? В то моменту Радость уже меняется как персонаж Лучше, чтобы они все взаимодействовали, блядь, и включались тогда, когда надо Она поняла, что Райли не может быть ребенком вечно И что необходимо двигаться дальше То же самое говорил мой психиатр Но признаюсь тебе, его сеансы прошли для меня впустую Однако страх... И для него тоже Пытается сделать все, чтобы Радость не вернулась в штаб-квартиру, где могла бы влиять на Райли Искренне считает, что девочке жилось бы лучше без Радости В процессе попытки схватить Радость, страх включает парк, что ответственен за активацию воображения Райли Парк, который вообще потихоньку разрушали, чтобы дать место чему-то новому, типа генератору сарказма для Райли О, о, сарказма-то хорошо Во вторую часть он появится, интересно, или нет? Пишка приводит к тому, что Радость и Страх даже на время становятся гигантскими и в таком масштабном виде Нихера себе, блядь, у нее так и это, 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 то Страх, то Радость, то Страх, то Радость, то Радость, то Радость, то Радость, блядь, да это сломаться можно Хм, ну жесть Попадает туда сам Лох Страх становится антагонистом в конце истории был символизм Ведь сам Питт Доктор боролся со страхом Ну, страх такая штука, которая реально очень сильно может тебе навредить Она, конечно, нужна, потому что, опять же, инстинкт самосохранения, да? И все люди боятся, но подавлять его в каких-то моментах просто пиздец необходимо Также тревогу и все остальное Страха? Кроме радости Блядь, радости, блядь, вы улыбаетесь и машите Хе-хе-хе, люди любят эти фильмы Фильмом идет слишком долго, что ничего не получается И что его, наверное, скоро вообще уволят И как же Питт победил свой страх Он попросту перестал воспринимать его как своего врага Сценарий головоломки был переделан, акценты истории стали смещаться Больше не было конкретного злодея истории И страх, в свою очередь, больше не был заложником пылесоса в конце, а стал просто одним из персонажей Режиссер головоломки принял свои эмоции, как сама история приняла то, что все эмоции важны Таким образом, появился хит 2015 Все эмоции важны С того года, сорвавший кассу и получивший Сколько он там собрал? Таким образом, появился хит 2015 года, сорвавший кассу и получивший 857, а уже миллиард, блять, у второго Учивший Оскар Или все не так просто Есть мнение, что вся эта история с вдохновением от собственной дочери не совсем честная И на деле головоломка является настоящим плагиатом Это особенно иронично, учитывая, что этим летом в прокат выходит корейский мультфильм Мир в моей голове, где, да, показаны эмоции в голове А если кто-то зайдет и увидит, как вам не стыдно Многие заранее Нифига себе, он даже с дульжом Они называют это произведение плагиатом, головоломки, но с... Вообще, мульт основан на манхве Которая вышла давно, да? Работа и Пиксар все тоже не так просто Существует такой британский комикс под названием Тупицы, который начал выходить еще в тысяч... Нам Сколз В 1962 году История рассказывает о команде крошечных человек Векоподобных техников, которые живут в головах разных людей Управляя и поддерживая их тела и разумы Изначально они жили... Но это все-таки не эмоции, поэтому другое И в голове взрослого мужчины Но со временем история начала рассказывать о том, как маленькие человечки живут в теле маленького мальчика Который, само собой, претерпевает гораздо большие эмоциональные потрясения Ничего не напоминает? Некоторые умудрились обвинить пик... Не знаю, что, по-моему, это чуть другое, не? Пиксар в плагиате, но в данном случае даже издатели Тупиц с этим не согласились Ведь в Тупицах были работники конкретных органов Ну вот и я думаю о том, что там не эмоции И хочу узнать подробности А в головоломке речь идет именно о махинациях с эмоциями Тем не менее, создатели комикса иронично отреагировали на эту шумиху В общем, британском сериале мы хотели указать на различия... И в одном из комикс-трипов персонаж Тупиц пошел в кино на головоломку И вот местные герои... Хорошая ссылка... ...в голове, смотря на работу Пиксар, иронично комментируют, что только идиоты могут позволить эмоциям контролировать себя И что это очень по-американски, ведь англичане держат свои эмоции под контролем Ну да, педанты, блин, эти... ...также персонажи говорили, что вообще нет смысла делать какие-то там мультики, ведь все деньги в комиксах Я как человек... ...вообще нет... ...корет, который занимается комиксами, могу сказать, что это смешно, потому что неправда Ну я согласен полностью, у меня тоже типа есть группа ВКонтактики, где мы выпускаем комиксы каких-нибудь издательств со своей обложкой И как бы не все разбирают, поэтому покупать есть что-то осталось Но подобные обвинения появлялись не только из-за Тупиц Есть такой ситком начала 90-х под названием Голова Германа Его даже показывали у нас на канале СТС Не видел Я чувства Германа Я страхи Германа, я стараюсь уберечь его от неприятностей Да я желание Германа, без меня он не знал бы самых приятных вещей Ну знаете, развлечения, хорошая еда, девочки Иногда они во всем согласны Ну да, вот это вот как-то немножечко похоже Больше всего нет Да, у нас тут 4 персонажа, ответственных за эмоции в голове человека Есть даже герои, что олицетворяет похоть Роскошь, которую в головоломке с ее детским рейтингом позволить себе не могу Да блять, как будет ей 18+, тогда уже можно А блин, но мы можем покопаться в еще более бородатых временах В 1989 году открылся аттракцион под названием Черепная команда Где посетители пребывали в голове 12-летнего мальчика История черепной команды приходила к аналогичному выводу, что и головоломка Разрозненные части вас должны работать как единое целое, если вы хотите выжить Однако тут нужно уточнить, что аттракцион также принадлежал Диснею Так что если в данном случае и есть фактор Это как это пират Крепского моря, их сняли по аттракциону, теперь головоломку тоже То только у самих себя же Тем более Пит Доктор также был аниматором на Черепной команде В целом, могли ли создатели что-то подворовывать? Даже если и так, они внесли достаточно своего для того, чтобы головоломка по итогу не выглядела как откровенная калька на что бы то ни было По итогу после мультфильма вышла короткометражка под названием Первое свидание Райли Где родители ошибочно думали, что у их дочери свидание, и нам демонстрировали их беспокойство А не так Это уже в головах эмоций, да? Тогда вышла вторая часть головоломки Так вот, возвращаясь к теме тревожки Дело в том, что за последний год я начал приходить к выводу, что моя тревожка стала совсем уж выходить из-под контроля Понимаю прекрасно, у меня походу тоже самое Я давно уже являюсь заложником тревожных мыслей, но периодически достигал отчетки из разряда «это уже перебор» Это уже, блять, ложится и все пизда Ну, например, стоя в ванной, я могу внезапно на полном серьезе начинать размышлять, что вдруг мне сейчас кто-то пырнет Не, ну такой хуй не имеющий не было То я что-то не помню, закрывал ли я дверь в квартиру, и явно кто-то может зайти Ты впря... Не, не в такой степени, у меня, блять, это по логичным причинам Чокнутый, тебе нужно к врачу Или, например, просыпаюсь я ночью от громкого кашля соседа, который я слышу через стену, и начинаю на полном серьезе размышлять, не задыхается ли он от какой-нибудь утечки газа, и не последует ли за этим неизбежный взрыв, который... Не, такого у меня тоже нет Меня снесет И это только капля в море И я часто убежал... Блять, если это капля, я не представляю, какой там море Дай себе что, ну, это такое критическое мышление Мол, я всего лишь прокручиваю в голове разные варианты, а негативные просто из-за своей тематики наиболее впечатляют и поэтому застревают в голове В общем, я был приятно удивлен, что тревожность изображена в головоломке не каким-то утрированным кричащим персонажем, который просто орет что-то вроде «Мы все обречены» И на этом характеристика заканчивается Нет, это именно персонаж, который пытается прокрутить все варианты риски и в какой-то момент начинает терять над собой контроль Так оно и происходит И это то, что мне очень нравится в головоломке Создатели не пытаются выдать поверхностные архетипы, типа «эта радость, она хорошая, потому что положительные эмоции — это круто», а печаль плохая, потому что у тебя из-за нее польются слезы и тушь как-нибудь некрасиво потечет Нам именно... Тебе что-то дыхуя от души? ...показывают, что любая эмоция может уйти в неадекватную крайность и с эмоциями надо работать И я очень рад, что данный мультфильм, который не пытается идти совсем уж легким путем, собирает отличную кассу Не то слово, какую отличную, первый миллиардист, блин, в этом году Более того, это самый кассовый фильм 2024 года Это огромное достижение для Диснея, в частности Pixar, который, прямо скажем, последние годы находится на дне И учитывая, что в головоломке нам показывают, что даже сама радость может испытывать иные эмоции Я не удивлюсь, если такими темпами нам скоро будут показывать персонажей эмоций, внутри головы эмоций, внутри головы эмоций Блядь, вот это закольцевали Ладно, не надо, это было бы глупо Но, Pixar, если ты собираешься так делать, то плати мне процента, то я засужу тебя с создателями британских комиксов и сериалов 90-х И лично я извлек из головоломки 2 то, что нельзя быть полностью лишенным тревоги Это может привести к отрицательным последствиям Но если ты будешь бесконечно проигрывать потенциально негативные сценарии в своей голове Ты можешь, в принципе, испортить себе восприятие жизни Хотя, возможно, мне стоило вместо всего этого сходить к психологу, но это надо куда-то идти Блядь, а ты посмотрел в кино? Не в кино, что ли, в мультик? С кем-то разговаривать Я вот уже подумываю, как бы надо стоить, да Платить деньги, лучше вместо всего этого продолжу мультики смотреть До ближайшего нервного срыва Да-да-да У вас с вами был Акр, пишите в комментариях Ой, охуенный ролик вообще получился Акру огромное спасибо Блядь, даже себя немножечко узнал в нем Прям Ой, ладно, неважно Классный видос, надо как-нибудь мультики с вами посмотреть Если вам понравилась реакция, если это так, то лайк, подписка, комментарий Не забывайте прижимать бубенчики с интересующей ссылочкой в описании С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр Пока Пока